В этом и в следующем видео мы поговорим о вот таком удивительном числе – e в степени ж омега t. Нам пригодятся знания о комплексных числах, о показательной форме записи комплексных чисел и о синусах и косинусах как функциях от времени. И в итоге мы получим, так сказать, вращающееся число. На мой взгляд, это одна из самых замечательных вещей в электронике, и, по сути, это основа всей теории обработки сигналов. Число e в степени ж омега t взято из формулы Эйлера. Давайте вспомним, как эта формула выглядит. Слева у нее будет e в степени ж тета. Мы пока используем переменную тета в качестве аргумента. А справа – косинус тета плюс ж синус тета. Это один вариант формулы Эйлера. Мы рассматривали еще один ее вариант с минусом в показателе. e в степени минус ж тета равно косинус тета минус ж синус тета. Давайте отметим это число на комплексной плоскости. Комплексная плоскость определяется двумя осями – вещественной и мнимой. Число ж называется мнимой единицей. Ж в квадрате равняется минус единице. Математики обозначают мнимую единицу буквой И. В электротехнике ее обозначают буквой Ж, чтобы не путать с силой тока. Итак, давайте представим наше число в виде точки на комплексной плоскости. Ее х-координата, вещественная часть, равна косинусу тета. А ее у-координата, мнимая часть, равна синусу тета. А если провести отрезок от нуля до нашего числа, то вот этот угол будет равен тета. Итак, один способ представить комплексное число – это в виде экспоненты из формулы Эйлера. А можно представить его в виде точки на комплексной плоскости. Комплексные экспоненты меня всегда пугали. Е в некой комплексной степени я каждый раз путался, когда встречал подобную запись. Но важно понять, что Е в степени Ж, умноженное на некое число, – это фактически обычное комплексное число. Вот как оно выглядит на нашей комплексной плоскости. Давайте рассмотрим свойства этого числа. Первый вопрос. Чему равен модуль Е в степени Ж тета? Обрамлю это число символом модуля. Модуль комплексного числа – это длина вот этого отрезка R. Мы легко можем его найти, воспользовавшись теоремой Пифагора. Квадрат модуля этого числа будет равняться квадрату х-координаты, то есть квадрату косинуса, плюс квадрату у-координаты, то есть квадрату синуса. Таким образом, справа получится косинус квадрат тета плюс синус квадрат тета. Мы применили теорему Пифагора вот к этому прямоугольному треугольнику. Что мы помним из тригонометрии? Косинус квадрат плюс синус квадрат для любого угла равняется единице. А значит, модуль Е в степени Ж тета в квадрате равен единице. Тогда модуль Е в степени Ж тета также равен единице. Давайте выпишем. Модуль Е в степени Ж тета равен единице. У нас получилось, что длина вот этого вектора, то есть расстояние от нуля до точки, соответствующей вот этому комплексному числу, равна единице. С этим разобрались. Давайте я изображу окружность с центром в нуле, проходящую через нашу точку. Это единичная окружность, ее радиус единица. Таким образом, для любого значения тета число Е в степени Ж тета будет лежать на этой единичной окружности. А угол тета будет равен коэффициенту примнимой единице в показателе экспоненты. То, на что умножается Ж, задает угол. А что, если мне нужно число, которое не лежит на единичной окружности? Например, оно находится за единичной окружностью. Умножим Е в степени Ж тета на некий коэффициент А, на некую амплитуду. И на этот коэффициент А увеличится длина нашего вектора. Скажем, я хочу найти модуль вот этого числа. Я знаю, что модуль Е в степени Ж тета равен единице, а модуль А равен А. А значит, модуль этого числа равен А. Нарисую еще одну окружность с центром в нуле, радиусом А. Если А больше единицы, то она будет выглядеть вот так. Вот эта точка на вещественной оси равняется А. Это радиус нашей окружности. Очень удобная и гибкая форма записи. При помощи такой формы записи мы можем обозначить любое число на комплексной плоскости. На этом пока закончим. А в следующем видео мы попробуем использовать в качестве аргумента время и посмотрим, как себя будет вести эта комплексная экспонента.